НАСТРОЙ Наша размова с гостем Таким чином мы с устрокаем и нашей студией Дениса Липеня Денис, добрый день, дождались наконец-то Добрый день Да, здравствуйте, здравствуйте Очень рада видеть Взаимно, взаимно, поздравляю всех с первым днем лета Наконец-то пришло лето Правда, оно только календарное пока Пока еще, так сказать, прохладно Но уже пришло и уже легче Потому что, как пел Митяев Лето – это маленькая жизнь Поэтому я думаю, что будет теплое лето Уже на этой неделе Я смотрел прогноз погоды, будет тепло В конце недели, да Да, в конце недели тепло Ну а сегодня будет у нас, надеюсь, жарко Потому что будет много юмора Я, кстати, в этом уверен Кстати, вот уже сегодня анонсировал Что сегодня Международный день защиты детей Раз, а второе, вот такое созвучное Всемирный день родителей Вот кого от кого надо защищать? Дети и родители Я сразу-сразу же на эту тему анекдот Причем это даже не анекдот Это было наблюдение Когда в песочнице играли маленькие детишечки И они друг перед другом хвастались И первая поднималась такая девочка И говорила Она у мамы двое И у каждого есть твой магнитофон Поднимался мальчик И говорил Она у мамы трое И у каждого есть твой велосипед И тут такой поднимается пацан Лет пяти И говорит У нас у мамы семеро И у каждого есть свой папа Вот и взаимоотношения детей и родителей Ну это, конечно же, юмор Ребята, улыбайтесь Ко всему относитесь Самое главное с юмора Потому что улыбка, она лечит И слово И слово Это тоже лекарство Хорошее слово Это как лекарство Многих людей удалось вылечить Вот сейчас В непростое время Это наше, теперешнее Кто-то онлайн работает Концерты Очень много благотворительных концертов Да, онлайн концертов Мы ушли немножко и в интернет Снимаем различные такие ролики Вайны, как сейчас это принято называть Какие-то кражные ролики Буквально 40 секунд Связанные с юмором С событиями этими И опять-таки На эту тему много шуток Даже вот на сегодняшнюю Злободневную тему Тоже много шуток Потому что шутили даже в войну Когда была война Был всегда юмор И он поддерживал дух бойца И так далее Сколько агитбригад ездило Да И вот самая последняя шутка Что коронавирус скоро сломается Ведь он сделан в Китае Поэтому Ну это как правда Это как утверждение Поэтому, ребята Самое главное Сейчас врачи говорят Что нужно поднимать иммунитет А у этого уже доказано Что смех поднимает иммунитет Поднимает настроение Поднимает жизненные силы И потенциал организма Поэтому Человек, который улыбается И смеется У него меньше шанс Вообще заболеть чем-либо Всем желаю здоровья Кстати, очень приятно Что и Денис Липин Стал активно участниками Нашей акции Творчество во имя будущего Да, Творчество во имя будущего Прекрасно замечательная акция Я с удовольствием поддержал Потому что Само название Оно как бы Водушевляет Творчество во имя будущего То есть мы, артисты Творим Не только во имя Настоящего Но и во имя будущего Потому что Это очень важно На самом деле Поэтому я Благодарен вам За то, что Я тоже Прикоснулся Так сказать К этой акции И поэтому Ребята Спасибо вам огромное Мы, конечно Как артисты Поддерживаем всех И врачей И тех, кто сейчас Так сказать В непростой ситуации Оказался Поддерживаем Ну, как можем И прежде всего Конечно же Словом Песней И хорошим настроением Кстати говоря Наш помощник Александр Рассказал Что мы сейчас Есть и в прямом эфире Мы стримим Прямо сейчас Из студии Первого национального канала Белорусского радио Так что можно всем Помахать ручкой Да И передать привет Передаю привет Всем тем Кто меня знает Ребята Самое главное Это улыбайтесь И не болейте Сегодня день Международный день Защиты детей Каким ты был в детстве Тоже не поседа таким Ну, я был хулиганом Острый язычок Был, конечно же, хулиганом В школе я Постоянно Пародировал По поведению неут Пародировал Пародировал всех Учителей физики Я пародировал в школе Вот за что получил двойку Это твой нелюбимый предмет Наверняка был, да? Ну, мой любимый предмет Был физкультура Потому что я был От него освобожден Вот, поэтому я 45 минут, так сказать Просто гулял А на самом деле Я пародировал физику И вот получил двойку И вся школа Все учителя попросили Чтобы я Это был класс, наверное, пятый Вот, чтобы я спародировал И получалось Потому что учителя смеялись Урок начинался с моей пародии Грустно было одному физику Да Грустно было одному физику И потом он мне влепил За дежурство два балла И это была первая оценка За пародию И я понял, что пародия удалась Потому что Ну, он обиделся, честно говоря Как бы держал на меня Долго злобу Ну, я потом, конечно, перестал породироваться У меня еще учиться там Шесть лет в этой школе Вот Ну, вот такой был у меня звездный час Первая пародия в школе была А вообще, как учился По другим предметам? Какая успеваемость была? Ну, я учился хорошо Не скажу, что отлично Естественно, там класс, когда уже был Девятый, десятый Так как это Началось все это такое Взросление Взросление Девочки, компания Поэтому где-то там что-то упустил Ну, аттестат у меня хороший То есть, хороший аттестат Там средний балл Я не помню, наверное У нас еще была тогда Пятибальная система Когда я учился Боже, как давно это было В общем, средний балл Наверное, у меня был там Четыре с половиной Ну, довольно хорошо Ну, прилично Хорошо Если посмотреть на детей Теперешних И вот тогдашних Нас Отличие есть или нет? Да, конечно Колоссально Мы учителей боялись Мы учителей действительно боялись Кто-то уважал Но все боялись Сейчас, к сожалению Ну, как вот Я вспоминаю шутку Моего персонажа Верка Сердючки Что говорит Раньше все Вот ходили курить за школу Ходили курить за школу А потом Попросили, чтобы Покурила я за район Я отказалась Вот То есть, раньше Вот если дети ходили курить за школу То есть, они боялись Учить Сейчас, наверное, могут И в школе курить Ну, я как бы не знаю Но я видел Заходил в школу Конечно же Жаль, что нет Той строгости Которая была Вот, скажем Лет 20 тому назад Когда я учился Мы реально боялись учителей И были учителя На уроках Где мы вели себя вальяжно Такие добрые учителя Но были такие строгие иногда Что там все сидели как мыши И только Только бы Не вызвали Родителей в школу Да Кстати, вот Учитель по белорусскому языку Марья Ивановна Она мне пророчила Будущее Что я буду гумористом Потому что я участвовал в кружке Самодеятельном КВН Школьный КВН И я написал сценарий Для команды КВН Своей школы И я вообще как бы В классе восьмом, девятом Ну, родители хотели Чтоб я был врачом Доктором И я готовил химию Готовил биологию Уже готовил поступать В медицинский институт И все об этом уже знали И получалось хорошо Ну, не то, чтобы получалось Родители хотели А я не хотел их обижать Поэтому вот как бы Готовил химию и биологию И Марья Ивановна Когда она взяла Этот сценарий Она его прочитала И она так сказала Она говорит Кинула мне И говорит Липи не дурей Ни яким доктором Ты не будешь Ты будешь гумористом И все Как в воду глядела Как в воду глядела И судьба была предрешена Да И потом После Я Поступил В Белорусский Государственный университет культуры На факультет Театральное творчество Закончил И вот как бы Все пошло Поехало Театр был Юмористический Команды КВ Ну и вот Дальше все это Вылилось В Дениса Липеня Вообще вот Я помню Александр Солодух Он ведь медик То есть не все Так просто приходят В артисты А у тебя получилось просто У каждого своя судьба Ну и Чехов говорил Он тоже был медиком Он говорил Что медицина для меня Это жена А писательство Это там любовница Или наоборот Ну по-моему так Вот Антон Павлович говорил Поэтому На самом деле Профессия актера Артиста Конечно она Предполагает Чтобы было образование То есть Специализированное образование Какой-то вуз Школа Но Очень много артистов Которые Скажем Не закончили Специальное образование Не получали Вообще это вина Это судьба Специализации Ж такой Нет Правильно Это судьба Это жизнь Поэтому И тот же Все писатели Практически Юмористические Они Кто-то учился В авиационном Кто-то в архитектурном И так далее Ну они все вышли На сцену То есть я считаю Что конечно Это прекрасно Но Образование Желательно все-таки получить Может это и с детства Когда родители Хотят видеть нас Кем-то одним А мы Как бы Пойдя по тому пути Все-таки потом Сворачиваем на свою дорожку Да Ну это как и у меня То есть родители Хотели видеть меня доктором Хотя я не представляю Но приходят ко мне пациенты Я ему буду рассказывать анекдот Ну анестезия Я ему скажу Вот принимайте таблетки И все будет хорошо А вообще Твои родственники Педагоги Бывшие Ходили и ходят На твои мероприятия Концерты Да конечно Я когда учился В университете культуры То я там уже давал концерты Сольные На меня ходила Все кафедры И у меня были Я даже могу похвастаться Были Ну не скажу что друзья А так сказать Люди с которыми я общался Они были профессора Педагоги Университета культуры И у меня после даже Того как я Закончил университет культуры Со многими еще складывались Короче Приятельские отношения То есть Они были на концерты И я когда поступал Вообще Там вся комиссия Смеялась Потому что я делал тогда пародии На Горбачева Делал пародии Там на политиков Делал Но я был молодой Двадцать Тогда было Наверное лет двадцать Я все время в политику Делал эти Пародировал Горбачева Политика Причем у меня такие были Острые политические шутки И мне председатель комиссии Вот был первый экзамен Актерское мастерство Я должен был показать что-то Я когда читал Свой монолог Вот как Максим Галкин Про политику Он сказал Ладно все Они смеялись Потом говорит Все пока на всех Там не посадили И говорит Иди все Ставим пятерку Молодец У меня были острые шутки Потому что я был молодой Ничего не боялся Собственно говоря И может где-то Даже и перегибал палку Вот в плане юмора Как бы это сейчас Уже со временем Конечно ты все фильтруешь Понимаешь что Не все можно говорить Не все можно сказать Не всех можно проделать Да Ну не то что не всех проделать Ну бывают шутки же обидные Вот сейчас например Есть прожарка В Камеди Клаб Мне это абсолютно не нравится Я как эстрадник Такой старая школа Эстрадный юмор Он не должен никого обижать Он не должен быть Обидный юмор А прожарка конечно Это там юмор Это построено на оскорбление Мне это как Меня особо нравится Хотя ребята Которые этим занимаются Говорят Ну это же юмор Я говорю Ну юмор юмор Ну человеку не должно Быть неприятно А им самим неприятно Я с ними общался То есть если про кого Они шутят Вот кого выставляют На прожарку Ну человеку этому Я с ним общался Говорит ну так Не очень ему приятно На самом деле Когда про него Такие злые шутки Ну только пиар Поэтому я конечно Я против этого Я за такой добрый Хороший Эстрадный юмор Вот как у Евгения Вагановича Петросяна Классический Классический юмор Был кстати На его концерте Буквально там Наверное полгода Или год назад Получил очень громадное Удовольствие Ну вот Это может так сказать Первый учитель Да Первый учитель С которого я Пересмотрел все кассеты Когда-то читал Монологи Петросяна Когда только выходил На эстраду Да потом уже появились У меня авторы Сергей Комиссаров Который мне написал Практически всю программу Под названием Веселый липень Она состоит Либо из каких-то Таких историй Которые были Со мной в жизни И далее Это уже монологи Которые написал Сергей Комиссаров До сих пор сотрудничает Да мы до сих пор С ними работаем У нас есть и скетч То есть мы с ним Работаем в миниатюрах И то есть материала Скажем так Довольно много Но единственное Что сейчас Некому ему показывать Потому что у нас Такая пауза По концертам небольшая И мы надеемся Что все это Развеется Как дым С белых яблонь Дым Но зато репетировать Была возможность Пока вот было Такое самоизоляция У нас уже все Отрепетировано Все уже за столько лет У нас все Отрепетировано Отточено Разбудив В 4 утра И мы миниатюры Сыграем на 3.15 Вообще Актеров много Но вот артистов Парадистов У таких шоуменов Достаточно мало Да Такой штучный Все-таки товар Ну в Белоруссии Даже Ютуб Скажем Он отнимает деньги У телевидения В том числе И у белорусского телевидения Потому что Все смотрят Ютуб То есть Вот эти ролики Вайны Которые и я тоже снимаю Мы их выкладываем В Ютуб И нас сейчас Кстати говоря Смотрят Белорусский телевидение Может же Пригласить юмористов Вот и меня И других юмористов И мы бы сделали Хороший юмористический проект Я думаю Он бы пользовался Успехом у зрителей Потому что Ну пока юмора Я не особо наблюдаю Таких юмористических проектов Именно белорусских Их практически нет Наверное Специфический жанр Потому что Ну да Денис Вот сейчас Смотрю на твою фотографию Когда написал Александр Наш анонс С твоим участием В передаче А когда тебя таким вот Красивым фотографировали Посмотри В костюме В галстуке Причёсанный 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 На корпоративе Как часто ты таким бываешь Я веду свадьбы Юбилеи Корпоративы Дорого Даже не звоните Хотя Как говорил один мой друг Меня деньги не волнуют Они меня успокаивают Да Это фотка с корпоратива Чего греха таить Все артисты Работают на этом Таком Ивент Поприще Скажем Там Ну это Зарабатывание денег Скажем Ну и Даже Я смотрел интервью Райан МакПауз Со своей гармошкой Он выступал по свадьбам И там оттачивал мастерство То есть Вся российская эстрада В качестве ведущей На корпоративе Особенно разговорнику Это очень хорошая школа Потому что Там тебе могут что-то сказать И ты должен мгновенно На это ответить То есть как бы вырабатывается Такой как бы иммунитет На какие-то Стрессоустойчивости На определенные Какие-то выкрики Из зала Потому что люди За столом Они могут что-то тебе сказать И выкрики Ты должен мгновенно Ответить и превратить Все это в шутку И вот Это большой колоссальный Шоу В шутку Это большой колоссальный опыт И тем более Если ты рассказываешь Что-то смешное А люди сидят за столом Это ж Как должно быть Им интересно Чтоб они Отвлеклись От невесты И от еды И посмотрели на тебя Что кто-то еще Там и разговаривает И что-то интересное Рассказывает Поэтому это очень большая школа Кстати Ты обещал нам рассказать Множество курьезных случаев Которые произошли с тобой Ой Ну курьезные Они конечно же происходят Я не помню Рассказывал Не рассказывал Я когда был в институте Был такой курьезный случай Я всегда разыгрывал Официанток Говорил Дайте пожалуйста Кофе без сахара И без воды Чуть сегодня у нас с тобой Не получилось Да Сегодня у нас была Такая кофейная трагедия Да И вот Зашел в одно кафе Говорю Ребята Сейчас разыграю официантку Подхожу к ней Говорю Девушка Дайте пожалуйста Кофе без сахара И без воды Она меня посмотрела И говорит Тебе что пожевать что ли И оказалось Что она лучший юморист Чем я Потом я не помню Рассказывал Не рассказывал Когда приехал В одно кафе На корпоратив Я говорю Девочки Здравствуйте Я Денис Липень Где мне можно переодеться И они говорят Иди за ширмочку Вот туда переодевайся Я значит переодеваюсь И вдруг Меня повариха Повариха меня узнала Это очень приятно И она на все кафе Начала кричать Говорит Галя это же Липень Где он переодевается На ключе Открой ему хлеборезку Пускай переоденется У хлеборезки Как человек Это почетно И на самом деле Меня повели на кухню Это почетно было Там есть такая комната Хлеборезка Они торжественно Они торжественно ее открыли И как артисту Предоставили мне Гримерку Сказали Передевайтесь Я переоделся Выступил И все хорошо И потом она подошла Ко мне Вот эта Повариха И сказала такую фразу Она говорит Денис нам очень нравится Ваше творчество Вы знаете У нас в Клеборезке Даже Солодуха Не переодевался Вот это уровень Вот это уровень Я понял Александр Солодуха Не обижайтесь Ну если уже сравнивать Солодуха Это как бы уже уровень Поэтому Поэтому много таких Курьезных случаев Бывает Я всегда их Стараюсь как-то запомнить И потом на концерте Рассказываю И это идет очень хорошо Потому что это Такой новый Жанр Стендап Живое Да, живое Когда ты все перекладываешь На себя Расскажут Что это произошло с тобой И зрители Всегда идут на это Потому что они Любят посмеяться Как бы вот Прежде всего над кем-то Не над собой А вот на кем-то Я смеюсь как бы Над собой И зрители получают Огроманное удовольствие Я думаю Что таких моментов Было очень много В твоем творчестве Надо как бы Запомнить все сложно Надо как-то записывать Ну надо Уже память не та Уже память не та Годы, годы, годы Да Как говорил один мой доктор Который приезжал К моей бабуле Ей было лет 78 Он приезжал Открывал дверь Бабушке 78 Он говорил Годы, годы Закрывал дверь И уходил Ну в смысле Что уже Да, еще обращаться На полуозраст Что вы так цепляетесь За жизнь Уже годы Состояние по возрасту Денис Наверняка Зритель соскучился Сейчас по живым концертам И мы соскучились Артисты соскучились Что-то сейчас Можно планировать Или нет Что-то планируются Какие-то выступления Конечно Ну мы планируем На осень Мы надеемся Что осенью Все это уйдет Все будет Замечательно Ну опять-таки Как-то Может Будут какие-то Определенные меры Может что-то изменится Там вот Это расстояние Полтора метра Конечно Мне это смешно То есть Как рассадить зрителей На расстоянии Полтора метра В зале Ну я не знаю Это Вот Хулии Глесис Например У него Была такая фишка Он выкупал Весь зал В кинотеатр Он приходил И смотрел кино Один Вот это была у него фишка Он выкупал Весь зал В кинотеатре И вот один Сидел И смотрел кино Может быть Нашим так сделать Может быть Нашим не потянут Дорого 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 Очень дорого Поэтому я не знаю Конечно Ну хочется надеяться Что все пройдет Все будет хорошо Я в этом уверен В принципе То есть самое главное Это надежда И вера Вера Что все будет хорошо Поэтому Мы ждем встречи Со зрителем Этой осенью Я знаю Что ты любишь Очень путешествовать Каждый раз Каждый твой приход Это рассказ Какой-то новой стране Высвали путешественники Ничто не заставит Нас остановиться Мы будем тоже путешествовать Мы поедем На Брославские озера Будем путешествовать По Беларуси Открывать новые места В нашей стране Потому что Белорусская природа Она прекрасна Она красива Единственное Что конечно Климат Вот что-то вот сейчас Немножко подкачало Это весна была Ну надеемся На теплое лето И много есть в Беларуси Очень красивых мест На самом деле Я люблю очень Вот архитектуру Церкви Костелы Какие-то Которые В которых есть какая-то история Которые там построены были Несколько веков назад Ты просто смотришь И вот чувствуется Прямо какая-то Энергетика Поддых История Аура Особенно которой Костелы находятся В каких-то Небольших агрогородках Есть очень много В каждом агрогородке Есть какой-то костел Есть какая-то церковь Старая Старинная Полностью сделанная Из дерева Зодчество такое И ты заходишь Да, там нету таких Вот что-то такого Шика, блеска Ну вот есть Какая-то атмосфера А мне Вот как Скажем Как художнику Очень нравится атмосферность Ну это не только Памятники Архитектура Это все-таки Природа Да, ну конечно Это озера Реки Это рыбалка Это же Беларусь Синовокая Ну рыбалка Как бы Я уже завязал С алкоголем Поэтому я Рыбу не люблю Ловить Поэтому Как бы Я лучше рыбу куплю Ну я могу посидеть Вот с ребятами Когда они едут Там на рыбалку Я просто беру Стульчик Кофеечек И смотрю И любуюсь природой Со стороны Конечно Можно посмотреть Подумать Что какой-то шизик сидит Да С чем-то там Любуется Но на самом деле Очень красиво Это ты уходишь От этой суеты Птички поют Лягушки квакают Тишина Спокойствие Это отдых Это такой Психологический отдых Это не надо Никаких там Антидепрессантов И таблеток Ничего не надо Ни валерьянки Ни валкардина Ни валидола В лес ребята Съездите Посидите Отдохните Ну и Все будет отлично Как в том фильме Москва слезам не верит Помнишь У нас в компании Есть человек К которому ничего нельзя Так вот он ездит На нас смотреть Как нам хорошо Просто ездит Побалдеть И отдохнуть Я тоже с ребятами езжу Просто побалдеть Отдохнуть Поэтому надеюсь Что лето все-таки Будет тепло Так уже хочется Этого тепла Хочется вот Солнышка Просто это Нужно Человеку Необходимо Нужно Вот как юмор Как улыбки Человеку нужно солнце Поэтому уже мы все Ждем Ждем Когда солнышко Выглянет из-за туч Ну И порадует нас Своим теплом И лето Пускай у всех Будет хороших У всех Хороших людей Будет лето Хорошим А у всех Плохих людей Будет замечательно Денис В жале Очень заканчивается Наша программа Мы сейчас Серьезно? Я только Нанял Расскажировался Мы сейчас будем Слушать песню В исполнении Элли А Элли Это супруга Как она поживает Певица Жена Мы поживаем Сейчас очень хорошо Потому что мы все время вместе Сейчас К сожалению Не так много Работы Практически вообще нету Только работа есть в интернете Какие-то съемки Онлайн Концертов Небольших Юмористических зарисовок Клипов А сейчас Вы послушаете Песню Элли Которая называется Прощай Но Не говорим мы вам Прощай А мы говорим вам До новых Приятных встреч И мы передаем Привет Элли Надеемся что она Сейчас нас слушает Она сейчас в машине сидит И слушает Она ждет только вот это Когда будет звучать Ее песня Потому что я верю Дождалась Ну наверное дождалась Уже смс пришла на телефон Она уже говорит Пишет Включайте мою песню Я хочу ее услышать По радио Ну что ж Спасибо что ты к нам В гости пришел И твои пожелания Нашим слушателям Что я хочу пожелать Слушателям Самое главное Ребята Это чувство юмора И будьте Оптимистами Потому что пессимист Когда падает В пропасть Он кричит Падаю А оптимист Лечу Поэтому ребята Оптимизма По жизни И хорошего настроения И самое главное Знаете Что еще хочу пожелать Это много Много Грошей И окажете У нас на Беларуси И путешествуйте По нашей стране Будьте счастливы Будьте здоровы И не болейте Спасибо Спасибо огромное И вы не болейте Спасибо А у нас в гостях Был в этом артист Парадист Шоумен Дянис Липень Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому